Музыка Многие владельцы жилой недвижимости очень часто стараются переделать планировку квартиры, чтобы улучшить свои условия проживания. Однако не всегда это можно осуществить и узаконить. Сегодня в программе разберем эти вопросы вместе с нашим экспертом. Музыка Квартиры в новых построенных домах сегодня обладают более удобной планировкой и большей площадью, нежели чем в старых домах. Поскольку не у всех есть деньги на приобретение такого жилья, большинство людей стараются довести до совершенства свою старенькую квартиру путем перепланировки. Однако не всегда ее можно осуществить. Надо понимать, во-первых, какой дом, то есть каким образом исполнены несущие конструкции. Если мы говорим про монолитные дома современной планировки, соответственно, то здесь уже можно делать практически все, что угодно, кроме того, что не трогать основу несущего монолита и, соответственно, внешний периметр, не нарушая объекта. Если мы говорим про кирпичные дома, то здесь тоже надо разделять, где есть несущие стены кирпичные, которые несут на себя нагрузку межэтажных перекрытий и где, соответственно, есть просто межкомнатные перегородки, которые при их демонтаже, соответственно, не будут нарушать целостности дома. Если мы говорим про крупнопанельные дома, то здесь ситуация гораздо сложнее. Крупнопанельные дома построены по принципу карточного домика, соответственно, нарушение целостности любой из панелей может привести к плаченым очень последствиям. Единственное, что можно сделать в этом случае, так это только убрать стену между ванной и туалетом, объединив в одно помещение. Однако перепланировка перепланировки – рознь. Очень распространенное явление объединения лоджии с квартирой. Соответственно, жилищный кодекс предусматривает, что площадь лоджий, балконов и веранд холодных колдовых не входит в общую площадь квартиры. Соответственно, их объединение автоматически недопустимо по закону. И соответствующее узаконение данной перепланировки тоже недопустимо. Альтернатива какова? Практическая, скажем, альтернатива – это устройство французских дверей. То есть убирается подоконный вот этот пенечек, делаются французские двери и получается достаточно осветленное помещение. В то же время можно ходить, соответственно, спокойно на лоджию. Утепление лоджии, соответственно, с выносом отописанных приборов на внешнюю стену дома тоже недопустимо. Есть распоряжение госстроя, соответственно, запрещающее это. Кроме того, нельзя объединять жилую комнату с кухней. В этом случае нарушается изоляция помещений и квартиры превращаются в нежилую. В случае возникновения пожара выбраться из такой самодельной гостинки будет сложно. Есть, соответственно, два пути узаконения. Первый путь – это сначала пойти с проектом, согласовать его. Предварительно в департамент строительства и архитектуры города Самара. Если мы говорим про город Самара, если это, соответственно, районы области, то это, соответственно, архитектура районов. Согласовывается проект при предварительной планировке. И после того, как проект будет согласован, соответственно, можно спокойно делать все четко по проекту. И, соответственно, потом уже идти узаконивать по факту проведения работы. Если говорить о проведенной перепланировке, то узаконить ее будет гораздо сложнее. Здесь можно столкнуться с тем, что департамент строительства и архитектуры даст отказ. Можно обратиться, конечно, в суд, но и суды не всегда идут навстречу гражданам. Уж такая сложилась практика. Суды очень внимательно относятся к отказам департамента. Если действительно в отказе обоснована позиция, что действительно имеет место нарушение строительных норм, то, соответственно, суд никогда не встанет на сторону граждан, а будет на стороне, соответственно, департамента. То есть здесь надо все-таки понимать разумность происходящих моментов. Также надо разграничивать перепланировку и переустройство квартиры. То есть что под собой подразумевает перепланировка переустройства? Перепланировка – это, соответственно, изменение каких-либо строительных элементов квартиры. Переустройство – это изменение коммуникации, по сути дела, квартиры. То есть, к примеру, есть газовый стояк. Увеличение шланга от газового стояка до газовой плиты более чем на 2,5 метра – это уже переустройство, требующее дополнительного согласования. Перенос от описанных приборов – это переустройство. То есть вот такие вот элементарные моменты являются переустройством. Это перенос сантехнических приборов, это тоже переставление раковин, переставление ванн, смена ванны на душевую кабину – это все является переустройством. Скажем так, узаконение этих вещей не такое сложное, как перепланировки, но в то же время это все равно требует узаконения. Причем узаконить любое изменение в вашей квартире, не считая ремонта, крайне важно. В будущем вы просто не сможете реализовать свою квартиру, если это вдруг понадобится. А в случае, если вы сначала переделали квартиру, а потом пошли в суд и получили отказ, то придется вернуть все в первоначальный вид. Не зря говорят – семь раз отмерь, один отрежь. Также с планировкой прежде нужно добиться разрешения. Удачи вам, пока!